Червячки Ворумс Ворлд Патти серия как-то неожиданно заглохла, а товарищи из Steam 17 стали халтурить. Сначала выпустили Ворумс 3D, провальную чуть более чем полностью. Многим не понравился переход в 3D, а остальные ругались на чрезмерную серьезность. Через пару лет состоялся релиз Ворумс Майхем, вернувший таки несерьезность и веселуху. И вот буквально на днях вышел ремейк, о котором сегодня и пойдет речь. Ворумс Ультимейт Майхем сочетает в себе все лучшее, что было в 3D-инкарнациях пошаговых войн плоских представителей кишечно-полосных беспозвоночных. Но обо всем по порядку. Для начала затронем одиночную кампанию. Всего их две. Одна из Ворумс 3D, другая из Майхема. Перенесены они преимущественно методом копирования. Компания из первой трехмерной версии «Червей» как была беспросветно унылой, так и осталась. Вторая же сюжетная кампания и не требовала никакой доработки напильником, потому что была изначально хороша. Единственная ошибка, которую допустили разработчики, это переозвучка «Червей». Раньше они мякали и някали, а суть разговора передавали субтитры. Однако остальных достоинств, вроде многочисленных шуток и отсылок к известным произведениям синематографа, это не отменяет ни в коем разе. За прохождение миссий мы получаем очки, которые вольны потратить на покупку новых модных шляпок, перчаток, банков речи, карт и всевозможных веселух. Кастомизация своей команды осталась на месте, однако по большому счету тоже нисколько не изменилась. Мы можем переодевать, переназывать своих червей, выбирать один из банков речи, ставить флаг и назначать спецоружие. Причем последнее можно не только выбрать из списков заранее созданного, но и настроить самому. Немного удручает только то, что изначальный выбор шмоток скуден. И для проявления истинной индивидуальности придется пройти не одну миссию. Однако, кого это интересует? Червяки отродясь были игрой сугубо компанейской. Разумеется, ремейк не обошел и этот оффлайновый момент. И это во времена властвования интернета. Зато хорошенько натренировавшись с ботами и вполне реальными друзьями-подругами, можно смело отправляться в онлайн, где свирепствуют яростные задроты. Благо, игра бегает на платформе Steam. Режимов мультиплеерных баталий в общей сложности пять. Простой дезматч, битва фартов, выжившие и уничтожение голубиных статуй и... Ломай меня полностью. Ломай. Ты сможешь меня ломать? Правда, играть интересно только в первые два. А вот из исправленного хотелось бы отметить генератор карт. Стилистик различных эпох все еще мало. Но вот проработка и детализация окружения подросли значительно. Отчего глаз радуется. Ну, умеренно радуется. Потому что сама-то графика не очень преобразилась. Разве что тени у каждого объекта появились. Но это не вытащит общее впечатление на какой-то там новый уровень. В целом, Вором с Ультимейт Майхем это классический пример ленивого ремейка. Действительно, нового контента в игре сущие крупицы. Однако все старое и доброе осталось на месте. Если по какой-то причине у вас не вызывает отвращение идеи чужичков в третьем измерении. Если вы пропустили в свое время Вором с Майхем. Или если хотите вспомнить, как это было. Этот ремейк для вас. Особенно, если есть друзья, которыми можно будет друг друга поубивать онлайн или оффлайн. Я понимаю, что тырить чьи-то идеи не очень круто. Но как-то в основную ткань обзора мысль эту не удалось винтить. Честно. Итак, вот чего я хотел сказать. Отчего люди так холодно воспринимают червяков в 3D исполнении. И почему это настолько крамольно, ужасно и прочее. Как мне кажется, дело тут в пресловутом третьем измерении. С появлением третьей координатной оси все стало сложнее. Причем сразу все. И при том в разы. И ориентирование на местности. И прицеливание. И передвижение. И планирование хода в целом. Играть стало сложнее. Оттого весь процесс изрядно просел в динамике. И несмотря на то, что приятные и радующие мелочи остались, ощущения все равно не самые радужные. Уж лучше бы Team17 выпустил Worms Ultimate Reloaded, сочетающую в себе глубину геймплея Worms World Party и кастомизацию возможностей прошлогоднего ремейма. Субтитры сделал DimaTorzok